Круп банкрот, то есть шанс либо не получить совсем, либо через суд. Страшнейшая ситуация, она не освещается нигде. Я сначала схватилась за голову. Сейчас дома строить в текущей ситуации невозможно. И что с ними будет в ближайшее время? Мы ожидаем, что работы будут завершены апрель-май. Хочется им верить, правда. На самом деле на объектах ничего не делается, вообще ничего не делается. Здесь мы фактически помочь действительно не можем. Что происходит? Нас обманывают второй раз? Мы не думаем, что это какая-то фатальная проблема. Одна надежда, наверное, только на президента Российской Федерации. Всем привет, я Олеся Грузинская. Это проект о новостройках.ру. А это жилой комплекс «Солнечная система» от Urban Group. Нет, мы не приехали делать сюда обычный сюжет, потому что Urban Group банкрот. В июне мы делали обзор на эту историю, которая только-только тогда произошла, только стала известна о банкротстве. И спустя больше чем полгода нам стало интересно, а что вообще здесь происходит, какие новости. Потому что у дольщиков почему-то очень много вопросов возникло. И мы решили сделать сюжет, что происходит с объектами Urban все это время. Мы очень обеспокоены срывом сроков. Дольщикам хотелось бы, чтобы сроки соблюдались. Пусть они будут затянуты, но пусть это будут какие-то конкретные сроки. Семьи будут планировать уже свою жизнь. Деньги были выделены. Дом РФ пообещал в ноябре, что опять же в своей дорожной карте, что дома будут сданы, дольщики получат ключи. По факту ключи никто не получил, дома не сданы. Что происходит? Нас обманывают второй раз? Когда ко мне начали обращаться дольщики Urban Group, я сначала схватилась за голову, потому что они писали исключительно о том, что у них не хватает информации, о том, что они не верят фонду защиты прав дольщиков, о том, что они не верят в то, что их корпуса вообще будут достроены. В каждом из объектов есть какие-то проблемы. И, естественно, я пыталась выйти на связь с представителями фонда защиты прав дольщиков. Сначала мне не ответили. Мне уже показалось, что у нас будет сюжет, в котором исключительно будет мнение дольщиков, но в последний момент на съемку приехали представители, поэтому сегодня будет максимально информативный сюжет, в котором мы покажем, какая обстановка сейчас в жилых комплексах и что с ними будет в ближайшее время. В прошлом году мы подписали договора, это конкурсный управляющий технический заказчик и генеральный подрядчик, это Крокус Групп. Договора были подписаны на все дома, это 56 домов, за исключением двух домов, как раз в солнечной системе, это второй, седьмой, и девяти домов на тот момент по фонду, потому что по фонду нужно было сначала получить мнение дольщиков, которые они должны были выразить в результате голосования. Голосования по домам прошли в декабре, соответственно, мы сейчас законтрактуемся с Крокусом и по этим домам, буквально со дня на день это произойдет. 25 декабря вступил в силу федеральный закон правки к 214 УФЗ, в рамках которого фон защиты прав граждан получил возможность, создав свою дочернюю компанию у застройщика, принять на себя все объекты незавершенного строительства. Соответствующее уведомление о том, что мы хотим стать новым застройщиком, было подано уже в арбитраж. Соответственно, сейчас по процедуре свои отзывы направляют в арбитраж конкурсно-управляющий и Минстрой России. Параллельно мы ждем, параллельно два потока идут, вот эти по документам, и закрытие реестра по нежилым помещениям, которые закрываются 25 февраля. Соответственно, после этого мы предполагаем, что в первой половине марта будет все-таки заседание арбитража, который примет решение о передаче всей незавершенки по всем ЖК, по всем домам, по которым были продажи, уже открыты на баланс нового застройщика. Это будет компания, специализированный проект и фонда защиты прав граждан. И, соответственно, уже от нового застройщика мы будем получать разрешение на ввод, вводить дома в эксплуатацию, передавать ключи. Для чего это еще нужно? Для того, чтобы у всех, кто получит ключи по построенным домам, была гарантия от застройщика. Нужно понимать, что 60% дольщиков Urban Group, вот мы проводили опрос, это молодые семьи с детьми, которые одновременно снимают жилье и выплачивают ипотечный кредит. Соответственно, каждый месяц просрочки это сотни тысяч рублей. И я не уверена, что дома сдаются без отделки, квартиры сдаются без отделки, там нет даже перегородок. Я думаю, что вот на эти средства, которые, в результате задержки в полгода, дольщики могли бы сделать любой ремонт, который не будет гарантирован новым застройщикам. Мне кажется, что однозначно для дольщиков было бы выгоднее, чтобы дома были сданы в рамках процедуры обанкротства, и не нужно ждать нового застройщика. Мы с вами стоим рядом с шестым домом, по которому все строительные монтажные работы завершены. То есть дом 21 декабря получил заключение о соответствии. Соответственно, сейчас мы проводим процедуры по передаче всех объектов незавершенного строительства, в том числе этого дома, на нового застройщика. Это будет дочерняя компания Фонда защиты прав граждан. После этого этот дом получит разрешение на ввод. И, соответственно, после этого мы сможем уже уведомлять дольщиков о возможности получения ключей и регистрации своих прав. Это входная группа корпуса номер 6. Его сдача изначально, конечно, планировалась на конец 2017 года, но Урбан сам просрочил на год. И сейчас его сдача планируется на октябрь 2019. Что меня радует? Во-первых, здесь тепло. Во-вторых, мы видим уже отделку, которую сделали после Урбана. Здесь входные группы были без отделки. Сейчас мы уже видим лифты. Они даже подключены, но, правда, наверняка еще не работают. Есть штукатурка, есть уже плитка. Установлены вот двери. Есть щитки с рукавами противопожарными. Камера даже установлена. Есть колясочное помещение. То есть отделка в МОПах готова полностью. Отопление, я ощущаю, подведено. Насчет канализации, не знаю, проверить не можем. Но меня радует, что корпус 6 готовится к введению в эксплуатацию. И к октябрю должны уже выдать ключи. Следующий дом – это пятерка. Там активно ведется работа. А сколько рабочих? Есть такая информация? Конечно, есть. В пике было, если говорить про пятый дом, до 700 человек. Сколько нет техники, наверное, сейчас сходу не скажу. Но тоже там достаточно много. Этот дом, кстати, пятерка, он тоже завершается. Мы планируем его представить на получение заключения соответствия уже в конце февраля, начале марта. И сроки его, скажем так, предъявления дольщикам, да, но я думаю, что будут там, если и позже, шестерки, то буквально на одну-две недели, не больше. Когда начали активные работы? На полнике, наверное, был где-то к октябрь, да, когда строители начали выходить? К октябрь, октябрь месяц. И по каким корпусам еще какие работы ведутся, кроме пятого? Если говорить про ЖК «Солнечная система», то сейчас вот работы ведутся, вот завершенные шестерки ведутся на пятерки. И в феврале-марте выходим еще на два дома. Это четвертый и восьмой. Мы находимся на месте, где должны стоять второй и седьмой дом «Солнечной системы». С тех пор на площадке не произошло ничего. Соответственно, проблема с ЛЭП никуда не делась. И пока что нет четкого решения ни от одной структур, которые занимаются решением этого вопроса. Дом РФ не имеет сейчас ответа по вопросу, что делать с ЛЭП. Урбан Групп в свое время, я так понимаю, предлагал, рассказывал дольщикам, что будут проведены работы по каблированию двух ЛЭП. Но ничего для этого не сделал. Соответственно, сейчас дома строить в текущей ситуации невозможно. Для этого сначала нужно решить вопрос с ЛЭП. Нашим техническим заказчикам была подготовлена некая схема каблирования одной из ВЕТА-КЛЭП, что, в принципе, при согласовании МЭСКОМ позволит начать работу, построить эти два дома. Соответственно, сейчас мы ожидаем от коллег согласования. В случае согласования будут определенные сроки по проведению работ по ЛЭП. И только после этого сможем приступить к работе нашим техническим заказчикам. В прошлом году, в декабре, мы подготовили некие предложения в проекте. Там было очень много итераций обсуждений. Сейчас мы видим целевым каблирование одной ветки ЛЭПа. Сейчас история на согласовании МЭСКОМ. То есть пока даже даты никакие неизвестны? Ну, к сожалению, я, наверное, никаких дат сейчас называть не могу, но в силу того, что это решение не может принять фонд единолично. По поводу КНС, ее состояние, в каком она виде? Техническим заказчикам была разработана схема как раз включения в КНС, которая позволила бы сдать и текущие дома от 5-6, и в последующем подключить все остальные дома. Дорожная карта подразумевает два этапа. Первый этап – это, условно, промежуточный, он будет реализован до конца марта и позволит вести в эксплуатацию 6-й и 5-й дом и разгрузить там соседние ЖК. Это какой-то, знаете, не только для ваших домов, но, в принципе, некоторую окруженность по ситуации с КНС в данном районе снимет на время. Дальше есть договоренность о том, что будет реализовано целевое решение, оно будет реализовано к октябрю, вот, соответственно, новый КНС будет передан на баланс водоканала города Химки, вот, соответственно, будет ими эксплуатироваться. Ну, зачитайте, что там пришло, пока мы как раз беседовали. В общем, техзаказчик сегодня, я так понимаю, подписал дорожную карту по КНС. То, о чем мы разговаривали там, что еще нет ни одной подписи, уже есть одна подпись. Одна подпись уже, ну, там три подписи. Сейчас дело за администрацией Химки. Как быстро все решается, видите? Как быстро наш мэр подпишет... Если говорить про дом, да, что всех волнует, там, это будут сохранены те, там, проектные документации, те проекты, которые разрабатывал Urban Group. Вот, мы получили всю проектную документацию, вот, и, соответственно, мы всегда об этом заявляли, выдерживаем эту позицию, что, там, без каких-то особых на то причин никаких перепроектирований не будет. То есть, мы сейчас там будем строить, достраивать по тем проектам, которые были в Urban Group. Почему? Потому что, в том числе, там, любое перепроектирование, это дополнительные затраты, это дополнительное время. Никто там в этом не заинтересован. Вот, поэтому будем строить по проектам и сдавать эти дома. Митина О-2. Какие изменения за последние полгода произошли? По митине О-2 мы завершили работы на доме номер 7. Вот, действительно, дом был с достаточно высокой степенью готовности. Вот, генеральный подрядчик уроков с группы провел там работу, проводились они несколько месяцев. В декабре мы получили заключение о соответствии. Соответственно, сейчас проводим мероприятия, ну, как и по всем ЖКам, по переводу объектов незавершенного строительства на нового застройщика. И уже новый застройщик будет получать разрешение на ввод. У меня интересно, вы, то есть, уже ваша компания подавала документы на получение ЗОС. Да, верно. Надеялись на то, что пронесет, не пронесет, выдадут, не выдадут? Вы знали, что не подключена канализация. По идее, дом такой не должен получить ЗОС, но он его каким-то образом получил. Ну, насколько я понимаю, ЗОС он может получить, потому что проверяются, как раз, соответственно, все проектные документации. И, в принципе, факты подключения к внутренним инженерным сетям. Согласование решения там по подключению, сейчас идет обсуждение с Московской областью. В том числе, эти работы должны проводиться за счет бюджетов с области. Вот, принципиальные там договоренности есть, сейчас идет их оформление. Вот, и вот, как я и говорил, мы ожидаем, что работы будут завершены апрель-май. Это действительно позже, чем мы там ожидали, когда там заходили в проект летом. Вот, но вот объективная реальность нас немножко поправила. А какие работы там, с седьмой мы разобрались, какие там еще корпуса в высокой степени готовности, сколько там рабочих на Митина и какие там ближайшие еще сроки? Ну, там тоже на Митина несколько домов у нас уже на февраль-март. Вот, если правильно помню, там три или четыре дома. ЗОСы? Нет, это именно вывод строителей на начало там проведения работ. Вот, ну и в принципе нужно понимать, что мы по всем ЖК, по всем домам планируем, что будут планомерно выходить, вот начиная там с февраля-марта и по июнь включительно. Ну, то есть мы планируем, что до конца второго квартала строители появятся на всех домах. То есть июнь это тот момент, когда стройка будет идти вообще полным ходом и никаких вопросов не должно возникать. На всех домах, да. Ну, там единственный момент, это вот несчастные эти два дома, да, под ЛЭП, второй и седьмой в Солнечной системе. А по поводу дорог, насколько я помню, мы когда приезжали в Митино, выяснилось еще, что довольно масштабный жилой комплекс, а к нему ведет одна какая-то крохотная проселочная дорога, и что не факт, что вообще что-то будет другое. Ну, смотрите, на сегодня это так, это решается с администрацией района. Вот, соответственно, когда будут разработаны соответствующие там документы и профинансированы Московской областью, напомню, да, что вся инженерная инфраструктура, там, в том числе дороги, финансируются за счет Мособласти, но вот эту работу мы готовы будем провести. То есть сейчас это вообще только на этапе разработки проекта, в принципе, то есть... Ну, на этапе утверждения, я бы так сказал, да, на этапе утверждения, там, согласования, и там, дальше отдаем эту работу. Утро субботы дольщики Урбангрупп всех ЖК проводят у приемной президента, чтобы подписать коллективное письмо и надеяться на какую-то обратную связь от властей. Мы требуем, чтобы защитили нас и чтобы началось строительство всех ЖК, включая ЖК «Видный город», включая ЖК «Солнечная система», ЖК «Лесобережный», ЖК «Опалиху», ЖК «Лайково», ЖК «Митина» и так далее. Все 6 ЖК мы хотим, чтобы начали строительство именно с февраля текущего года не откладывали ни на полгода, ни на полтора года. И также мы хотим сохранить, чтобы архитектуру, чтобы были внесены поправки в градостроительный кодекс, чтобы при банкротстве застройщика дольщики и архитектура этих комплексов не пострадала. Также мы хотим, чтобы школы, детские сады, поликлиники были построены и строились параллельно со строительством домов. Также, да, чтобы были льготные каникулы там по ипотеке в результате банкротства. И мы требуем от Владимира Владимировича, чтобы он нас услышал, чтобы защитил нас, и чтобы он в истории остался, и чтобы его правление осталось таким, чтобы не было двойных продаж. В ужасном положении оказались люди, которые нежилые приобретали. Это нежилые больше 7 метров и для коммерческого, и для социального использования в том числе. У вас такое помещение, да? Сколько метров? Да, мы с мамой купили в подвале 62 квадратных метра. Я хотела открыть курс иностранного языка. Самый тяжелый вопрос по нежилым. В принципе, мы сразу же увидели как фонд, что по проекту Мурбангрупп достаточно много нежилых помещений. То есть много было парковок, много было кладовок, есть достаточно большие коммерческие помещения. В том числе это явилось неким катализатором для того, чтобы Минстрой вышел с инициативой по внесению изменений в федеральный закон о том, чтобы все-таки нежилые помещения тоже попадали в реестр требований участников строительства. И, соответственно, передавались потом с руки нового застройщика, дольщиков. Но в процессе согласования этих норм остановились на неком пороге. То есть следующем, что все машины, места передаются людям. И нежилые помещения до 7 метров квадратных включительно. Но логика законодателя следующая. О том, что это те помещения, которые неразрывно связаны с проживанием, с обеспечением комфорта. А то, что касается нежилых помещений с большей площадью, то тут есть правовые рамки. То есть эти вопросы решаются ровно так же, как у всех других кредиторов в рамках процедуры банкротства. То есть это постановка требований в соответствующий реестр, по-моему, четвертой очереди. Здесь ничего для собственников таких помещений не изменилось. Понятно, что напряженность в этой части есть. Есть объективное негодование людей. Мы проводим регулярно встречи и консультации, в том числе по нежилым планируем на следующей неделе. Но пока какого-то решения, такого в лоб, его нет. Скорее всего, это действительно какие-то судебные решения в судебном порядке. То есть шанс либо не получить совсем, либо через суд получить? Да, получается так. Все дела в банкротстве рассматриваются в арбитражном суде Московской области. Они подлежат рассмотрению в арбитраже только. И поэтому получается, что решение суда общей юрисдикции может быть оспорено. И это произойдет очень быстро любым из кредиторов. И мало того, люди не получат в натуре эти помещения. Они имеют право по закону встать только в четвертую очередь денежную. А денег с банкрота им не получить. Популяризируется мнение, что мы являемся инвесторами. То есть вы вкладывали в нежилые помещения с целью получения прибыли. Но мы покупали по 214-му федеральному закону. По договорам долевого участия. И наши договора регистрировались в Росреестре. Понимаете, да? Прекрасно. Во втором пункте 214-го ФСЗ стоят жилые и нежилые помещения. И люди, никто даже не представлял, что в банкротстве такое вообще в принципе возможно. Страшнейшая ситуация. Она не освещается нигде. Та же самая ситуация с апартаментами. И на это закрывают глаза. Мы ходили уже к очень многим депутатам Государственной Думы. Но результата до сих пор нет. Все эти законы пишутся людьми. И, конечно, хотелось бы, чтобы эти люди пересмотрели свою позицию. Действительно всего федерального закона. У них там действительно возможность защищать свои права только в суде, в рамках законодательства по банкротству. Здесь мы фактически помочь действительно не можем. Какая сейчас ситуация в лесосбережном? Я так понимаю, что там еще помимо проблемы у дольщиков, что они не получают свою квартиру, еще проблема с тем, что нужно получить как-то землю у Сбербанка, который на нее свои права. Это не только по лесосбережному. То есть в четырех ЖК есть залоговые кредиторы. Мы дольщикам уже рассказывали. То есть мы не думаем, что это какая-то фатальная проблема. Мы находимся в диалоге со всеми кредитными организациями. Там достаточно давно как раз ищем сейчас компромиссное решение, по которому наш новый застройщик сможет вступить в права по тем земельным участкам, которые необходимы на дострой жилья и социальной инфраструктуры. Я уверен, что мы какое-то решение найдем. А в чем техническая задача сейчас? Что нужно сделать застройщику? Что нужно сделать банку? В силу закона о банкротстве, при передаче объекта незавершенного строительства на руку нового застройщика, если земельные участки находятся в залоге, то требуется разрешение залогового кредитора. В данном случае, если говорить по лесосбережному, это Сбербанк. Соответственно, мы предполагаем, во-первых, по лесосбережному достаточно большой ЖК, провести межевание, вымежевывая только те земельные участки, которые необходимы на достройку тех домов, в которых была продажа под договором долевого участия и под объекты социальной инфраструктуры. Соответственно, предлагаем Сбербанку отказаться, дать нам разрешение по этим земельным участкам, сохранив залог на все остальное. А сколько всего, напомните, корпусов у лесосбережного, где начались продажи? По лесосбережному это 14 домов, которых Urban Group проводил продажи, и в реестре жилых помещений по этим домам включены дольщики. Соответственно, эти 14 домов будут построены, как я и сказал, по двум домам строительство уже ведется, и еще на два дома мы выходим до конца первого квартала. На остальные дома мы планируем выйти до конца второго квартала, выходя по этапу. Мне по лесосбережному интересно, я приезжала на строительную площадку, когда там буквально фундамент первых домов заливался, но я помню примерно этот проект. Это просто огромный город с реками, с лесами, полями и всем чем угодно. На что это будет похоже, когда это все-таки будет построено? Строит фонд защиты прав граждан, и в силу исполнения федерального закона этих полномочий, которые у нас есть, мы достраиваем те дома, в которых Urban Group проводил реализацию. Вот ровно эти дома по проектам Urban Group будут построены, будет проведено благоустройство всей прилегающей территории, будет подвинена необходимая инфраструктура, в том числе социальная, там тоже есть по лесосбережному, а остальные земельные участки остаются в конкурсном производстве. Соответственно, далее они будут реализованы. Кто-то из инвесторов, мы предполагаем, что будет их приобретать и дальше строить этот замечательный проект. Мне бы хотелось обратить еще дополнительное внимание на то, что те люди, которые взяли ипотеку и хотели рефинансировать свою ипотеку под более низкую ставку, а напомню, что летом прошлого года ставка доходила до 8,95, допустим, у меня 11,4, я хотел рефинансировать, Сбербанк отказался, то есть по действующим кредитам Сбербанк рефинансирует только в случае, если ваша процентная ставка больше 12%. То есть, получается, 2,5% это не играет в роли. Рефинансировать в Дом РФ, в банке, который рекомендовали они, было невозможным. Они тянули около полутора месяцев мои документы, требовали какие-то непонятные справки. Порой даже казалось, что взять новую ипотеку намного легче, чем рефинансировать у них. В итоге мне одобрили только тогда, когда у них процентная ставка выросла до 10,5. То есть, рефинансировать с 11,4 до 10,5 не имеет практически никакого смысла. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь президент, он точно может повлиять на главный банк страны, чтобы тот автоматически, автоматически, опять же, не собирая кучу документов для обманутых дольщиков, снижал процентную ставку до той, которая сейчас на рынке. Вы можете как-то посодействовать всем дольщикам, допустим, в каникулах каких-то ипотечных? Сейчас дольщики планируют создать петицию на подписание о том, чтобы были созданы ипотечные каникулы, потому что действительно это очень странная ситуация, когда людям приходится платить и за съемное жилье, и за ипотеку в несуществующем доме. Здесь мы этот вопрос уже комментировали на встречах, что действует речный договор, это договор заемщика и кредитора, социально ответственные банки, они, как правило, разбираются в жизненной ситуации своего заемщика, и в случае, если видят, что тяжело, все-таки предоставляют какие-то варианты рефинансирования, либо каникул. Конечно, это не какая-то тотальная практика, и она точно не в силу федерального закона, но то, что есть смысл обращаться с подобными заявлениями, он есть. Можем ли мы в этом помочь, но мы, наверное, готовы будем какие-то обращения сделать в адрес кредиторов, но, наверное, не более. То есть повлиять на их решениях, конечно, нет. Вот у нас 4 дома получили АЗОС в декабре, еще нужно понимать, что, если посмотреть на все ЖК, еще 12 домов находятся в строительстве, то есть там строители работают. По остальным домам мы параллельно готовили всю необходимую документацию для передачи генеральному подрядчику, и вот все комплекты по всем домам будут готовы на горизонте конца февраля-начало марта, и мы планируем достаточно массово выдавать эти документы в работу, и вот по нашим прогнозам мы до конца второго квартала на все стройки выведем уже более 10 тысяч строителей. То есть проблема была в том, что не переданы были документы? Изначально ровно так и было, то есть никакой документации официальный урбангрупп не передал конкурсному управляющему. Соответственно, мы все это восстанавливали по крупицам, а что-то пришлось перерабатывать, разрабатывать заново. По ЖК Лайкова мне передали сводку, подана жалоба на решение Верховного суда, отменяющая проект планировки и межевания территории. Стройка стоит. Иск жителей села Лайкова находится на рассмотрении в Московском областном суде. Предметом иска является требование об отмене правил землепользования и застройки, и генерального плана. То есть я так понимаю, что там до сих пор еще проблема с тем, что местные вообще в принципе против этого комплекса. Разбирательства ведутся уже годами. Действительно, там дошли аж до Верховного суда. На данный момент строительство это не мешает. По двум домам работы на Читы ведутся. И, соответственно, тоже там у нас есть график вывода строителей на все объекты. По-моему, на три или четыре дома выходим до конца квартала. На остальные дома, как и по всем другим ЖК. А сколько корпусов Лайкова? Ну, Лайкова изначально оставили план достройки 14 домов. Но при формировании реестра жилых помещений по двум домам не заявился ни один дольщик. Вот, поэтому достраиваться будут 12 домов. Вот, два дома, это там, где был зарегистрирован по одному ДДУ. Вот, это, ну, смотрели документы, это были, так называемые, технические договора долевого участия, зарегистрированные самим Урбангрупп. Вот, поэтому там очевидно, что дольщиков там нет. И достраивать по программам эти дома не будем. В марте мы, как и обещаем, опубликуем планы графики строительства по всем ЖК, по всем домам. И дольщиков видят, когда их дома начинают строиться, когда они будут сдаваться. Они отписались этой дорожной картой. Как бы людей успокоили, что она будет соблюдаться. На самом деле, на объектах, ну, ничего не делается. Вообще ничего не делается. На Апалихе и Видном городе было заявление генерального директора Дома РФ, что в декабре 2018 года будут введены первые дома. И в итоге, я так понимаю, что пока дома не введены, ключи не выданы. Посмотрите, ситуация ровно такая же, как на Солнечной системе. Это четыре сдаточных дома. Один в Солнечной системе, один в Видном городе, один в Апалихе, один в Митин. По всем этим домам в декабре были завершены фактически работы. Соответственно, мы получили документы о заключении о соответствии данных домов. Не стали получать разрешение на ввод. Почему? Тоже сегодня подробно разбирали по Солнечной системе. Потому что, получив РНВ, объект перестает быть объектом незавершенного строительства. Соответственно, дольщики могут потерять возможность получения своих нежилых помещений. И, наверное, даже более важное, это лишаться гарантии от нового нормального застройщика. И будут вынуждены в случае какого-то форс-мажора в течение пяти лет определять свои требования к застройщику банкроту, урбангруппу. Более того, я видел голосование независимое, которое организовал один из ЖК. Наверное, не вспомню, какое. Как раз оставилась дилемма. То есть, ключи сейчас, но с рисками пониженных и без гарантии, либо с задержкой на два месяца. Но вот с этими преимуществами. И, если правильно помнить, 60% проголосовало именно за вариант передачи новому застройщику. В Апалихе-О-2 очень многие дома сданы. Практически сдано половину комплекса. Проживает 4000 семей. И заморожено строительство социальной инфраструктуры. Нет садов, нет школы. Они находятся в высокой стадии готовности, но стройка не ведется. Мне интересно, как принимается решение о наличии той или иной инфраструктурной составляющей в конкретном ЖК? Ну, к примеру, на Лесобережной было три школы. Понятно, что на 12 корпусов три их не нужно. Но как решается? Сколько школ оставить? Нужны ли они вообще? Оставить ли супермаркет, торговый центр? Решение принимается в Московской области. То есть, есть соответствующий региональный закон, который рекламентирует социальные нормы по всей инфраструктуре. Исходя из этого, мы получаем от Московской области условно так назовем заказ. Подписывается соответствующее соглашение о том, что мы как фонд и наш застройщик будут достраивать именно эти объекты. Они финансируются в Московской области. И мы выступаем как реализатор воли изъявления Московской области. На достройку объекта Фурмана выделено огромное количество денег, но при этом только 2 миллиарда из фонда защиты прав дольщиков. Это связано с тем, что достраивать дома за счет фонда можно только в том случае, если дома начали строиться после открытия самого фонда, а урбана таких меньшинство. В дорожной карте определены источники финансирования. То есть, нам как раз прописано, что 50% на дострой жилых домов это финансирование федерального бюджета, половина из регионального бюджета. А то, что касается социальной и инженерной инфраструктуры, полностью ведется за счет средств регионального бюджета, то есть Московской области. Уже выделены средства стороны федерального бюджета это в 2 раза по 3 миллиарда и 5 миллиардов. А мне интересно, как будут реализовываться квартиры, которые не были проданы в этих корпусах? То есть, они же не все 100% проданы? Будут реализовываться фондом, но после того, как дом будет достроен и введен в эксплуатацию. Деньги будут перечислены на счета фонда? Деньги будут перечислены на счета фонда, дальше они идут по решению правительства, либо возвращаются в бюджет, либо будут направлены на строительство других объектов. Одна надежда, наверное, только на президента Российской Федерации, поэтому дольщики сегодня здесь. Дольщики просят президента взять ситуацию под свой личный контроль, чтобы не допустить новых срывов сроков. Мы обращаемся к Владимиру Владимировичу Путину, надеемся, что по 35-й статье Конституции Российской Федерации он нас услышит и защитит наши права. По результатам сегодняшней встречи с дольщиками и с представителями фонда защиты прав дольщиков у меня осталось несколько мыслей. Во-первых, представители официальных организаций всегда исключительно убедительны. Хочется им верить, правда. Слушаешь дольщиков, понимаешь, что есть проблемы. Слушаешь ответы представителей фонда, понимаешь, что вроде и нет проблем, есть сложности, но которые решаются. Хотелось бы, конечно, верить их словам, во-первых. А во-вторых, мы попросили получить максимальное количество документальных подтверждений всех возможных инстанций. Поэтому я надеюсь, что действительно история с дольщиками Урбан будет разрешаться в ближайшее время, что в июне везде появятся строители. В следующий раз мы приедем с проверкой, я думаю, в середине лета. Посмотрим, все ли свои обещания выполнили представители фонда защиты прав дольщиков. А вы пишите, что вы думаете в комментариях по этому поводу. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!